Дорогие мои подписчики, друзья, все, кому интересен армянский пучок, японские минивэны, японские автомобили, все новости, кому интересны, подписывайтесь на мой канал, ставьте обязательно лайк и смотрите наши ролики. Друзья, в этом ролике я вам не буду рассказывать только о процессе оформления документов, о наших машинах. Естественно, затронем и эту тему. Хочу начать ролик, друзья, о фальшивых армянских номерах, о том, что с ним происходит, какие проблемы могут быть. Поэтому обязательно посмотрите этот ролик и вы поймете весь смысл. Но не забывайте также подписываться на наш инстаграм, у нас в описании. Кто у нас внимателен и знает о наших роликах, у нас в описании или в комментариях предыдущих роликов. Мы каждый день выкладываем отчеты о наших проделанных работах, друзья. Кто-то давно уже, наверное, смотрел некоторые ролики, которые мы смонтируем в этом ролике. Как нам приезжали, буквально позавчера прилетал с Адлера Амар, у которого отбирали машину, у которого судебные процессы. С продолжением посмотрите, увидите в беседу с ним. Он уже уехал, долетел. Мы в этом ролике, друзья, хотим затронуть полностью всю тематику документации. И, естественно, в конце ролика, в середине ролика вам покажем, опять-таки, процесс оформления документов, кому оформили, как оформили. Покажем, какие автомобили были проданы и оформлены дистанционно на наших покупателей, какие годы они имеют. Покажем огромный выбор наших машин, чтобы вы их видели, выбирали дальше. Ну так, начнем. Итак, друзья, я затрагивал тематику конструкторов из зеленого уголка еще летом, когда мой канал взломали. Так что, если опять взломают, имейте в виду, что кто тут замешан. Друзья, очень многие мне звонят и говорят, почему, допустим, армянский тот же Альфа, например, у тебя стоит, ну допустим, 700 тысяч рублей. Такой же Альфа я могу купить в России за 400 тысяч рублей. Да, попадаются случаи, когда вы можете его купить за 400 тысяч рублей, но тут два варианта, три варианта. Первый вариант – это конструктор, что вы найдете на конструктор, друзья. Что такое конструктор? То, как привозят конструктор с Владивостока, вы знаете. Я хочу вам сейчас вставить, друзья, тут, значит, за этот блогер, который Алиэкспресс, это даже была не его тематик, он два раза затронул тематику армянских автомобилей, за некачественных, недоброподсодданных блогеров. Он, я вставлю обязательно здесь в комментариях и в видео его ролики. Мы, кстати, сейчас его ролик в описании выкладываем, можете пройти в описании и смотреть. Мы каждый ролик его выкладываем постоянно. Он затронул тематику недобросовестных автоподборщиков и затронул тематику конструкторов. Один из первых, кто затронул, был он, потом также летом я затрагивал. И вот Павел, правый в Питере. Павел, огромный тебе привет, спасибо тебе за то, что ты поддерживаешь наш альянский учет. Я с Павлом познакомился, я понимаю, что это вот такой вот парень, который неинтересно какое-то популярство, он делает на самом деле свою работу хорошо, он хочет добиться, чтобы его машина и автомобили на армянском учете могли беспрепятственно передвигаться, так же, как и заехали в таможенный союз, на территорию армии, на территории России, без разницы. Мы в таможенном союзе. Итак, друзья, значит, заезжают машины конструктором в Россию. Потом за 20, 30, 40, 50 тысяч рублей покупаются вот такие техпаспорта, вот, покупаются номера, зачастую даже номера не покупаются. Просто берут у кого-то номер, воруют, вешают на номера и под эти номера рисуют пластиковую карточку. Говорят, вот это армянский учет, давай тебе дам генеральную доверенность, потом вместе поедем, купим еще что-то. Почему начались армянские машины проблемы именно в 20-м году? В марте месяце, когда закрылся, закрылась граница и пошел карантин, самый большой поток фальшивых фантиков был именно в период лета. Когда люди не могли в 20-м году приехать здесь купить легальный автомобиль, тогда в этот промежуток времени очень много фантиков, так называемых, в кавычках, было под награждан Россией. Мне в день, как минимум, человек 10-15 звонит, друзья скидывают техпаспорта, номера этих машин существуют. То есть, к примеру, мне скидывают номер машины, встает от Альфарда, да, а у нас он в Армении ездит на Ки-Оптиме. Ну, это для примера. И так очень много. Зачастую бывает написано место универсала, мини-вам или еще что-нибудь, очень много якобы опечаток. Но это все фальшивые документы, фантики. Поэтому и проблема с армянскими номерами началась. Теперь, возвращаясь к прописке, для чего это нужно, да, друзья? Я опять-таки говорю, да, в комментариях я вижу, естественно, люди пишут, зачем лишние деньги, опять-таки, или еще что-то, на каком основании, законно или незаконно, я не буду возвращаться к этому. Потому что ни однократно я в Ютубе это все показываю, показываю паспортные данные в этом ролике. Также я покажу проделанную работу за прошлую неделю, друзья, посмотрите. Много людей прописались немного, переоформились дистанционно много. У нас купили. К нам прилетел Амар с города Адлера. У него отобрали машину. Он выиграл суд. Я выложу сейчас в Инстаграме, друзья, о том, как он выиграл суд. Также 17 марта у него будет суд. Продолжение смотрите и весь смысл этой прописки поймете там, друзья. То есть вам Амар, человек, который приехал к нам, все расскажет. Друзья, наверное, не даром с начала года вы смотрите много, если так скажем, автоподборщиков, блогеров, я за них ничего не говорю. Но к нам неоднократно прилетают люди. Делают полные пакеты документов, улетают, беспрепятственно передвигаются на своих автомобилях. Я думаю, что это значит что-то, друзья. Каждый раз у нас разные документы, разные люди отправляются. У нас есть свои вонсадные телеграм-группы. Да, мы туда не добавляем всех, друзья, мы добавляем туда после того, как пообщаемся с человеком. Поймем, что да, на самом деле ему интересная или больная эта тема. Пишите нам, у нас два номера. Пишите на наши номера. И да, еще раз на момент, друзья. Извините, если не успеваю всем ответить. Напоминайтесь за себя через день, через два. Бывает в день до 300-400 звонков. Естественно, на все мы не успеваем ответить сразу. Потом они теряются. В переписках напоминайте за себя. Мы обязательно вам ответим. Далее, друзья. Значит, вкратце. Смотрите продолжение ролика. Там мы продали за эту неделю в разные города автомобили. И Новосибирск, и Краснодар, и Москва. Очень много автомобилей. У нас выехали за эту неделю на данный момент 4 автомобиля. Хоть и ЛАРС был закрыт. Сейчас он открыт. Открывается на пару часов и закрывается. 4 автомобиля. Они едут к своим получателям. Как только они их получат, естественно, мы в Инстаграм выложим их отзыв. Так же, как они их получили. Это все мы выложим, вы узнаете. Друзья, я когда отправляю машины, вам не нужно ехать во Владикавказ и ждать. Там у меня мои ребята, они их там встречают, обмывают, подготавливают. Вы приезжаете и вам обручают ваши ключи. То есть, вам ехать там не держит, этого не надо. Хочу вам всем пожелать, друзья, чтобы у вас была только зеленая дорога, ни гвоздя, ни жезла. Поздравляю всех, кто у меня купили машину за эту неделю, за прошлую неделю. Поздравляю всех, кто получили свои документы, друзья, зеленые дороги. Многим отправим прямо завтра с утра, СДЭК еще работает. Это все, готовые документы, они завтра уедут. Смотрите продолжение ролика, обязательно подписывайтесь, друзья, ставьте колокольчик, делитесь нашим каналом, чтобы другие люди также могли знать информацию о армянских машинах. Дорогие мои друзья, подписчики, значит так. Очень много машин было продано, я как уже говорил, буду сейчас прилагать, монтировать ролик, показ, какие машины проданы и какие уехали. На площадке огромный выбор машин и бюджетных, и не бюджетных, 2,4, передний привод, полный привод, рестайлинг, до рестайлинг. Это наша площадка, вами знакомая, любимая, так скажем. Правый рули, левый рули, все смонтируем, покажем. Так, данный автомобиль, тренинг, передний привод, 2004 год, с двумя люками, двое электронных дверей. Уезжая, друзья, к Дмитрию, в Санкт-Петербург. Сегодня эта машина выезжает, друзья. Вот машина в идеальном состоянии, подготовлена к отправке. Пробег у данного автомобиля, друзья, двери электронные были отключены, вот включим. Пробег у данного автомобиля 127 тысяч. Машину мы показывали в предыдущих роликах, где было написано, не юмейно, от пяти тысяч. Так что смотрите наши предыдущие ролики, наши инстаграмы. Машин очень много еще в продаже. Дмитрий, тебя мы поздравляем. Машину мы оформили на Дмитрия дистанционно. Он сделал предоплату за эту машину, отправил необходимый пакет документов. Машина числится на его имени. Так, вот этот банджер, мы его рекламировали неоднократно, друзья. Это 2008 год, 3,8 мотор. Полный пул. Ценки его было 1,800. Пробег 135 тысяч. Машина полностью подготовлена. И ждет Батраза во Владикавказе. Автомобиль продан Батразу. Батраз, тебя мы поздравляем. Машина находится в идеальнейшем состоянии и ждет тебя, дорогой. Так, здесь дальше по проданным. Эта машина продана. Это, кстати, друзья, мы здесь подготовили машины, которые есть время, которые уже проданы, на оправду. Следующий автомобиль. Вот, Раиля. Раиль, твой автомобиль также ждет тебя. Раиль получает загранпаспорт и отправляет к нам, оформляет на него и машина уезжает. В данном боксе, друзья, до рестайли 2006 год. Хорошие комплектации. Продан здесь по местности с двумя электронными дверями за 5,5. Таких автомобилей у меня очень много. Одинаковых. То есть, двухлитровый мотор. Полноценный 8-местный минивэн. За бюджетную цену 5,5 на выбор штук 30 есть, друзья. Друзья, хочу вам предоставить к обзору автомобиль Ford Meikulia Mountain, который я как-то летом показывал, но некогда было его подготовить. Цвет такой между серебром и кофейной. Это четырехлитровый вездеход 2007 года. Это люксовый автомобиль класса вездеходов Ford, друзья. Сейчас сначала вам покажу, что под капотом состояние, какой у него мотор, двигатель, какая мощность. Пожалуйста. Да, машину подготовили, друзья, имейте в виду, полностью к продаже. Все, руки не доходили. И вот брат тоже эту машину любит и решил подготовить все-таки к продаже. Здесь, это на самом деле люксовая комплектация. Начнем по кузову, машина не крашенная. Стоят вот такие цифры под пароль на дверь. Когда открываешь дверь, подножка вот так спускается. Пожалуйста. Далее. Изнутри салон. Электрорегулируемые сидения. Как хотите, куда хотите. Пожалуйста. Пробег у данного автомобиля 151 тысяча. Один монитор, монитофон здесь. Монитор, кинотеатр с одной стороны покажу. Полный мультируль. Также передвигаются. У нас здесь, так, надо завести для этого, да, по-моему? Вот. Вот видите, педали также регулируются. Убираются туда и вперед. Пожалуйста. Видите, какая комплектация. Далее. Изнутри здесь. Также кожаный салон. Черная, темная кожа. Стопы. Вот так идут. Такая накладочка красивая идет. Вот смотрите. Вот как называется правильная. Маунт Тауэр. Меркурий. 4ВД. Задняя камера. Пожалуйста. Это 7-местный минивэн. Задние сидения также регулируются, друзья. Пожалуйста. Вот так вот. Итак, данный автомобиль в продаже 2007 год. Порт Меркурий Монтауэр. Цель данного автомобиля на отдачу 8500 долларов. С моим оформлением до 8 марта. Кто его купит? Бесплатная доставка до Владикавказа. Следующий автомобиль. Бюджетный. Продажи 2,4. Передний привод. Цвет. Снежная королева. Пробег 134 тысячи. Так. С собой электронную дверь, друзья. Со шторочками. Салон. Диван. По этой машине, друзья, сразу вам скажу, что имеется небольшая крашеная деталь. Крыло вот с этой стороны. Время перевозки. Вот здесь была небольшая объятина. Здесь покрашена, сделала. Удара не было. Я, когда машину для крашеной, сразу предупреждаю. Итак, данный минивэн 2006 год. Рестайлинг, друзья. Пятый по растаможке. Пятый, извините. 2,4 мотор. Цель данного автомобиля на отдачу ранее был 7000. В данный момент 6300 долларов. Ипсун 2004 год. Порттроники по кругу. Передняя и задняя камера. Цвет белый жемчуг. Вот такой вот красавец, друзья. 80 тысяч пробег. Ранняя цена 6,5. А теперь 5200 с учетом оформления дистанционного на вас. Пожалуйста, друзья. Светленький салончик. Вот такой вот красавец. Машина очень экономичная. У меня очень много граждан Казахстана интересуется. Кстати, поздравляю вас, что у вас продлили. Я такую новость слышал. Желтыми номерами. Так что, пожалуйста, добро пожаловать в Армению. У нас уже солнышко. И вас ждут вот такие красавцы. Итак, еще раз. Тойота Ипсун 2004 год. 5200. Передняя и задняя камера. Порттроники по кругу. Вот такой вот красавец. С пробегом 80 тысяч. Полный мультируль. Очень много у меня Ипсумов спрашивают. Итак, друзья. Еще один Ипсум. Это 2005 год. 72 тысячи пробег. Комплектация обычная. Светлый салон. Белый цвет. Цена была 5500. Ныне цена 4800. Следующий. 2004 год. Цвет Снежная Королева. 98 тысяч пробег. Ценник был 5600. Ныне цена 5200. Пожалуйста. Ипсумов очень много. На выбор. Друзья, выбирайте, какой вам автомобиль понравится. Звоните и забирайте. Также вот еще один Ипсум есть. Такой же комплектации. Все то же самое. Также год пятый. И также цена 5300. Итак, вот такой вот Альфард есть. 2.4 передний привод. До Ресталин 2002 год. С одной электронной дверью. С двумя люками. Мы его ранее показывали. Значит, задние стопы у него идут. Рестайлинговые. Пожалуйста. Вот так. Он идет с кожаными чехлами. Красивый автомобиль. Пожалуйста. Два монитора. Дубовый руль. Задняя камера. Ценник этого автомобиля был ранее 7500. Ныне 6500. Ровно минус 1000 долларов. Так что, кому интересно, смотрите, звоните, пишите. Еще несколько бюджетных автомобилей. Значит, Toyota Voxi. Белый цвет. Также до Ресталинга, друзья. Пожалуйста. Показываю вам его тоже. Шестой год. Ценник 5700. Возможно, еще уступлю. Как говорится, торт никто не отменял. Белый белоснежка. Темный салон. Машина не имеет крашеных деталей. Шестой год. Toyota Voxi. Toyota Ipsum. 117 тысяч пробег. 2007 год. Чистый, друзья. Спорт-салон. Ценник ранее был 7000. Нине цена 6200. 117 тысяч. Оригинальный пробег. Машина не имеет крашеных деталей. Цвет снежная королева. Серебро. Пожалуйста. Мы делали за него ранние выпуски. Это такой короткий выпуск. Каждый божий день я буду выкладывать в инстаграме более подробное видео. Салон черный, друзья. Пожалуйста. Toyota Ipsum. Седьмой год. 117 тысяч пробег. С-пакет. Это Voxi. Рестайлинг. 2008 год. Передний привод. Двухлитровый. Ценник данного автомобиля. Шесть с половиной. С двумя электронными дверями. Линзованные фары. На литых дисках. Подобных Voxi у нас штук 20. Все одинаковые комплектации, друзья. Поэтому много не заостряя внимание, чтобы каждый раз не показывать. От шести до шести с половиной. В зависимости от пробега. Еще один Toyota Voxi. Также. Доли Сталин. Шестой год. С двумя люками. Пожалуйста. Ценник данного автомобиля, друзья, был 5700. Теперь его цена 5200. Итак. Полноценный минивэн. Восьмиместный. Два литра. Передний привод. Небольшой расход бензина. Пожалуйста. С двумя люками. Красавец. Машина также не битая. Очень классный вид. Экономичная машина. Бюджетный семейный автомобиль. Toyota Estima. 2008 год. 2.4. Передний привод с двумя электронными дверями, друзья. Цвет белый. Белоснежка. Бесключевой доступ. Монитор на потолке. Большой монитор. Старт-стоп. Друзья, переходите в инстаграм. Смотрите. Там будем каждый день выкладывать эти автомобили в отдельном обзоре. Итак, Estima. Ценники Estima. Друзья, 7 тысяч долларов на отдачу. На Ipsum, друзья. Ценник был 6300. 106 тысяч. Пробег. 2004 год. Спорт-салон. Белый цвет. Его ценник 5800. Дворники уже перекинуты. Золотистый, друзья. Он также еще есть. 2005 год. С двумя люками. Ценник был 6500. Ценник 6300. Машина в отличном состоянии. 2,4. Полный привод, друзья. Ценник был 7500. Теперь ценник 6800. Калибр. 2010 год. Цвет черный. SE комплектация. От обычной комплектации клиренс на полтора сантиметра выше. На заводских дисках. Да, машина не мытая, друзья. Только снежок растаял. Сейчас все машины будем каждый день мыть и выкладывать в инстаграм. Свеженький салончик. Аккуратный мониторчик. Пожалуйста. Вот такая вот красавица. Так. Значит, вин-код. Для того, чтобы по сайту Копарда вы пробили его повреждение или не повреждение. Ценник данного автомобиля, друзья. С учетом дистанционного оформления и доставки Владикавказа 6600 долларов. Дочь калибр. Паркетник двухлитровый. Передний привод. Машина в отличном состоянии. 2.4 2005 год. Дворники перенесены, друзья. Перекидка также сделана в Дубае. Идеально на 17-х дисках. Паркетники по кругу. Салон-диван светленький. Мультируль. Ценник данного автомобиля был ранее 8000. Задняя камера. Без ключевой доступ. Еще не перенесено. Он перенесется. Паркетники сзади. Пожалуйста. Итак. Ценник данного автомобиля, друзья. На отдачу. 7000 долларов. В 7000 долларов входит его оформление дистанционное. Доставка. Кому будет интересно, звоните. Обговорим. Итак, друзья. Хочу вам предоставить к обзору Nissan Fire Lady ограниченного выпуска Z350. Выпускалось всего 10000 со дня его выпуска. Это ограниченный выпуск. Fire Lady Z350. 2003 года выпуска. Цвет золотистый. Вот такой красивый. Пожалуйста. Вот такой вот красавец, друзья. Лошадиные силы. 280 тысяч. 280 лошадок, извините. По техпаспорту. 152 тысячи. Оригинальный пробег. Вместе с выхлопами, покажу сзади, да. В лошадок добавилось более 300. Машина бомбовская. Заводской правый руль, кстати. Пожалуйста. У данного автомобиля был один хозяин в Японии. Аукционник приложим. Либо по ВИН-коду открывайте аукционник, переводите. Всего одна хозяйка была и выхлопы сделала она. Так, это самозавод стоит. Сигнализация. Машина в идеальнейшем состоянии. Так, что вам тут показать по комплектации. Музыкальная система бомба. Вы видели вот таких вот красавиц, друзья? Посмотрите, какой красавица. Заводской правый руль. Заводской правый руль, друзья. Кусан Файер Лейди. Знед 350. Ценник данного автомобиля на отдачу, друзья. 8000 долларов. 4,5 аукционник. Красавец. Любители быстрые гонки. Любители хорошего японского автомобиля. Не пропускайте мимо. Звоните, пишите, пока он еще в наличии. Файер Лейди. Красавец. На нем приятно погонять. 8,5. 4,5 оценка. Я поехал, друзья. Музыка. Музыка. Друзья, сейчас я вам представлю два Тойота Вальпайр. Один 2009 год, другой 2010 год. Левый руль и правый руль, друзья. Для любителей правого руля с правой стороны 2010 год. Для любителей левого руля вот, 9 год с левой стороны. Оба автомобиля в идеальном состоянии. У каждого своя цена. Сделается маленький, короткий ролик по каждому автомобилю. Подобные автомобили у нас уже проданы. Смотрите продолжение. Там увидите проданные автомобили и по каждому автомобилю короткий ролик. Тойота Вальпайр. 2010 год, друзья. 2,4 2ВД. 2010 год. Правый руль. Линзованные фары. Противотуманки Ксенон. Партроники спереди. Повторители на зеркалах. Бесключевой доступ. Друзья, диски временно стоят не заводские, но это зимняя резина. Заводские диски идут в комплекте. Вот такие вот кожаные чехолчики. Салон-диван. Театральная подсветочка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Театральная подсветочка. 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 2.4, 2ВД, правый руль, ценник данного автомобиля. С учетом оформления на вас, дистанционного, вы становитесь всего полноценным хозяином. Беспрепятственно передвигаетесь по всему таможенному союзу всего за 13 с половиной. Вольфайр, 2008 год, 2.4, передний привод. Автомобиль полностью готов к продаже. Мы его показывали как-то в летних обзорах, друзья. Здесь перенесены дворники, доделана печка, вот такие вот раздельные фары оптика, пожалуйста, линзованные фары Xenon, диски заводские, повторители на зеркалах, весь ключевой доступ, два пульта, темный салон, диван, подсветочка театральная, мониторчик. Мультируль, старт-стоп, панель цельная, друзья, не резаная, ни одного тут обоя нету, все цельное, пожалуйста. Комплектация в идеальном состоянии. Итак, ценник данного автомобиля, друзья, на отдачу 12500 долларов с учетом постоянной регистрации на вас. Дистанционное переоформление и ПМЖ для беспроблематичного передвижения по Российской Федерации. Вот такой вот красавец. Еще небольшой короткий ролик по автомобилям, которые здесь готовы на площадке. Так, этот МЗГ Эдишн продан Холику. Холик, мы тебя поздравляем. МЗГ Эдишн, трехлитровый, четвертый год, продан. Далее, 3 литра, рестайлинг, 4ВД с двумя обычными дверями, друзья, стоит еще на продаже. Ценник данного автомобиля 8,5. 3 литра, 4ВД, левый руль. Полный привод, как говорится, с двумя мониторами, друзья. Он здесь полностью готов к продаже. На днях сделаю короткий ролик. Этот стоит еще, друзья, ждет своего счастливого обладателя. 2,4 рестайлинг, линзованные фары на вот этих хромированных дисках. Пожалуйста, красавец. Левый руль. Доработки все сделаны. Ценник данного автомобиля, вы помните, 7,5. Toyota Ipsum. Также в продаже, друзья, пожалуйста. Вот такой вот красавец. 120 тысяч пробег, ценник 5,304 год. Передняя и задняя камера, полный мультируль. Партонники по кругу на заводских дисках. Так, и вот, 5-литровый японец. Красавец. Туманочки. Полный фул. Вот этот красавец. На днях сделаем за него полный обзор, друзья. Ценник данного автомобиля 7,000 долларов. Правый руль гибрид, друзья. 2,4, 4WD рестайлинг. Тоже за него на днях. По-моему, сделаем отдельный выпуск в инстаграм. Смотрите его. Его ценник 10,5. 2,4, гибрид, полный привод. Передняя и задняя камера. Салон, кстати, у него диван. Этот. 3-литровый передний привод. Рестайлинг. С двумя электронными дверями, друзья. Ценник 8,200. Эль Грант. Правый руль, друзья. 3,5, 4WD. 90,000. Оригинальный пробег. Правый руль, еще раз говорю, друзья. 2005 год. Ценник 7,5. Тойота Альфард. 3-литровый передний привод. Бюджетный, друзья. Ранее ценник у него был 7,800. Ныне цена 6,700. Все доработки сделаны. 5 мониторов во всех подголовниках. В предыдущих роликах смотрите за него выпуск. Был. Туарег. FSI мотор. Еще не продан. 2012 год. 15,000. Паджеро, друзья. 2012 год. 3,8 мотор. 4WD. До сих пор не продан. Также в продаже 15,5 тысяч, друзья. Lincoln Navigator. За него тоже есть выпуски в инстаграме. Смотрите. 13,5. Итак, друзья. Вот эти все машины еще не проданы. И вот еще несколько машин мне сейчас подмыли. Подвезли на стояночку. Сейчас сделаем за них обзор. Итак, следующий. Toyota Альфард. 2004 год. До рестайлинг. 4WD. 3-х литровый 4WD, друзья. Цвет темно-синяя, небесный. Такой классный цвет, как космос. Смотрите. На его заводских дисках. Пожалуйста. Машина не имеет крашеных деталей. Вся отполирована. Печки доработаны. Пробег 117 тысяч. Пожалуйста. Обе двери электронные. Пожалуйста. Салон-диван. Вот такой вот красавец. 3 литра 4WD. С доработанными уже печками, перекинутыми дворниками. Все сделано грамотно. Итак. 3-х литровый 4WD до рестайлинг. Вот такой вот красавец, друзья. Ценник на отдачу 7500. Включая в себя дистанционное переоформление. Итак. Следующий автомобиль. Toyota Alphard 2.4 2WD. Левый руль. Рестайлинг. 2007 год. С двумя люками. Бесключевой доступ. Линзованные фары. На 17-х заводских дисках. Повторитель на зеркалах. Салон-диван. Алькантара. Вот так вот люки. Пробег 123 тысячи. Пожалуйста. Электроскладывающиеся зеркала. Электронная дверь. На спуске стоит. Итак. Дверь здесь одна электронная. Ценник данного автомобиля. Чисто цена автомобиля, друзья. 7500 долларов. Итак. Линзованные фары. 2007 год. Два люка. Белый жемчуг. 7500. Одна электронная дверь. Так что кому интересно, друзья. Звоните. Пишите. Так. Следующий автомобиль. 3.5. 2ВД. 20-й кузов. 2009 год. Также со всеми доработками. Цвет снежная королева. Мы два таких автомобиля уже продали. Один оформили. Уехал в Нальчик. Только был 2.4.4 ВД. Второй Юрий купил 2.4 передний привод. Он уедет в Краснодар. Этот автомобиль, значит, друзья. 3.5. 2.5 ВД. Машина в идеальнейшем состоянии. Линзованные фары. Вот такие вот повторители. Пожалуйста. Бесключевой доступ также. Пробег 110 тысяч. Пожалуйста. Также двое электронных дверей. Вот такая вот театральная подсветочка. Салончик такой красивый. Темно не видно. Сейчас отойду. Вот, пожалуйста. Салон-диван. Кому будет интересно, днем еще один ролик сделаем по нему. Мы просто не успеваем, друзья. Поэтому приходится как-то вот так. Старт-стоп. Тойота Альфар. 20-й кузов. Снежная королева. Парктроники. Камера задняя. 3.5. 2ВД. 20-й кузов. С учетом всех документаций. Дистанционного оформления с ПМЖ. Ценник данного автомобиля. 14500 долларов. Друзья, по правым рулям, которые у меня пишутся. Правых рулей в этом лангале у меня много. Некоторые машины проданы. Сейчас я вам их покажу, какие проданы. Но здесь чисто 3-х литровые. До рестайлинги. До рестайлингов остался полный привод черный цвет. Бедный цвет с люками. Потом передний привод черный без люков. Полный привод с люками. Передний привод с люками. Вот этот красавец остался. Машин много. Сейчас быстренько пройдусь. Покажу, какие остались и какие проданы. Если кому интересно, мы очень много машин продали. Дистанционно оформили и на этой неделе отправляем. Много машин. То есть вы звоните нам, выбираете машину уже здесь. Которую я вам показал сами. Звоните и говорите, ай, вот эта машина мне понравилась. Я хочу. Конкретно обговариваем за эту машину. Делаю подробный обзор по этой машине. Оплачивайте. Я вам дистанционно оформляю и отправляю к вам в Россию. По непроданным машинам. Пожалуйста. Передний привод с люками. Черный цвет. Так. Быстренько их показываю. По ним есть подробный обзор с ценами в предыдущем ролике в инстаграме. Переходите в инстаграм. Смотрите. Полный привод рестайлинг. Передний привод рестайлинг с люками. Передний привод рестайлинг. Это все правые рули. Вот этот красавец, друзья, вот на таких дисках, с такими обвесами, продан Павлу. Эта машина будет у нас стоять, скорее всего, до осени. Во время отправки вам покажем. Значит, Павел нам перевел часть денег. Переведет остальную сумму. Рассчитается с нами, но приедет забирать ее попозже. Вот этот красавец. Значит, смотрим. Вот такая вот здесь подсветочка. Мониторчик, люки. Салончик. Бесключевой доступ. Все работает на машине. Вот так. Это двери закрылись. Двери открылись. Пожалуйста. По пробегу 180 тысяч. Оригинальный пробег, друзья. Мы не скручиваем пробеги. У нас все как есть. Пожалуйста. Машина продана. Этот красавец остался. Это трехлитровый. Красавец. С пробегом 160 тысяч. Пожалуйста. Белый цвет. За него тоже у меня спрашивали. Он еще есть. Вот такой вот красавец. Передняя камера. Задняя камера. Бесключевой доступ. Также двое электронных дверей. Пожалуйста. Все работает. Нерабочего ничего нет. Имеется еще... Вот. Полный привод. Серебристый цвет. Рестайлинг. Он еще есть. Вот этот красавец еще остался. С двумя люками до рестайлинга. 4WD. Смотрите. Цена, которая была до 9,5. Сейчас цена гораздо меньше. Звоните по нему. Более подробный обзор имеется в YouTube. И в Instagram также. Итак. Я поздравляю все, кто у меня приобрели автомобили. Кто желает приобрести автомобили. Смотрим ролики. Звоним. Обращаемся. Есть еще очень много. 2,4. 2,4 сейчас быстренько покажу. Еще один автомобиль, который был продан с предведущих роликов. Это 2,4. Передний цвет. Рестайлинг. Шестой год. Передняя и задняя камера. С двумя люками. Его купил у меня Алексей из Новосибирска. Пожалуйста. Машина вся в очень хорошем состоянии. 17-е диски. Линзованные фары. Без ключевой доступ. Двое электронных дверей. Как я и говорил, друзья, у меня машины с пробегами до 150 тысяч. Вот, 117 тысяч пробег. Большой монитор посередине. Люки. Салон. Алькантара серая. Темно-серой. На машине все работает. Нерабочего ничего не имеется. Машина вся целая. Вид изнутри. Я поздравляю вас, Алексей. Алексей отправляет документы в воскресенье нам. По самолету. По самолету. После получения документов дистанционно оформляем и отправляем автомобиль Алексея в Новосибирск. Кстати, у меня еще Арсен купил с Новосибирска тоже автомобиль. Итак, это был правый руль. Продан в Новосибирск. Вот этот красавец. 2,4 передний привод. С кожи Алькантара. Салон. Передний привод. И сейчас повторяюсь. Он еще не продан. 2,4 правый руль. По правым рулям еще, значит, вот черный есть. Вот автомобиль такой у нас уже продан. Один в один. Уезжает, значит, у нас точно такой же в Краснодар к Юрию. И вот этот еще есть, друзья. Если будет кому интересно, звоните. Пишите, обращайтесь. 4 передний привод. С двумя люками. Он еще в продаже. Кому интересно, звоните. И еще один автомобиль. 3 литра, 4 ВД рестайлинговый. Цвет «Снежная королева» максимальной комплектации. С никелированными хромированными зеркалами. Повторитель на зеркалах. Безключевой доступ. Кожа Алькантара. В предыдущих роликах я его показывал. С двумя люками. Пробег 151 тысяча километров. Так, по электронным дверям, пожалуйста. Электроприводы дверей. Вот такой вот салончик. Кожа Алькантара. 17-е заводские диски. Машина в очень хорошем состоянии. Она еще не продана. Показывали в прошлом ролике этот автомобиль. Многие спрашивали за его пробег. 151 тысяча. Задняя камера. И заводские 17-е диски. Вот такой вот красавец. Итак, друзья. Этот автомобиль уезжает в Карелию. Этот еще есть. Кому интересно, звоните за этого красавца. Так, вот этот автомобиль. Это 2008 год. Белоснежка. С предыдущего ролика. Этот автомобиль продан Владимиру в Карелию. С тремя электронными дверями. С черным салоном. Буквально мы недавно выкладывали за него ролик. Вот двое электронных дверей. Так открывается. Третий электронный багажник. Пожалуйста. Все работает. Нерабочего ничего на этом автомобиле нет. Данный автомобиль продан. Ждем документы от Владимира. Оформляем дистанционно и отправляем. Вот. Вот такой вот красавец. Протан. Уезжает Владимиру в Карелию. Итак, друзья. Отправляем еще два автомобиля на Владикавказ. Сейчас у нас лаз закрыт. Поэтому мы водителями машины довозим до Багратошена. Оттуда на наши эвакуаторы. Потихоньку перевозим. Итак, этот автомобиль у нас уезжает к Романцову Романа. Пожалуйста. Это его полный пакет документов. Автомобиль едет к нему. А этот автомобиль едет в Нальчик Казбеку. Это 2,4 полный привод. С ключевым доступом. С двумя электронными дверями. Пожалуйста. С электросидениями. Полный фул. И его пакет документов также. Он приедет, свою машину заберет. И в бардачке. Пожалуйста. Казбек, твои документы. Машина твоя также выезжает. Итак, друзья. Кто хочет приобрести у меня автомобиль. Звоните, пишите, обращайтесь. Оформляем машину на ваше имя. Отправляем в Россию. Вы получаете там, на месте машины. Уже на вашем имя. У имена Тихонова, Дмитрия. Наш автомобиль. 2004 год. Трехметровый. Передний привод. Вот, пожалуйста. Это на тебя оформлен автомобиль. Только что из ГАИ. Вы ехали, друзья. Это наш офис, который находится перед ГАИ. Кому нужно приобрести удаленно автомобиль. И переоформить. И отправить на Титрую Россию. Звоните, обращайтесь к нам. Мы вам из наших автомобилей подберем самый лучший автомобиль для вас. По вашим пропорциям. По вашим финансам. По вашим критериям, так скажем. Покажем вам полностью. Пойдем подкактим этот автомобиль. И отправим вам. Значит. У данного автомобиля. Пробег 127 тысяч. Двое электронных дверей. Два люка. Светлый салон. Машина сейчас едет на домывку. И завтра уезжает во Владикавказ. Дмитрий, поздравляем вас. А мы сейчас эти документы быстренько отвезем к Натальюцу. Переведем. Для того, чтобы у Дмитрия был перевод СТС. Перевод техпаспорта. Друзья, так. Еще три пакета я получил сейчас. Куровский Владимир. Вот, создали только что, получили. Сегодня у нас 26 февраля. Куровский Владимир. Ваши документы получены. Так. Здесь у вас идет. Получается. На регистрацию, на прописку. И на восстановление техпаспорта. Раз пакет. Убираем в сторону. Следующий пакет мы получили от Буракошея, Виталий. Это один, двух. Здесь у нас документы, как я понимаю, Виталий, на переоформление полностью. Так. Ну да, здесь переоформление идет. Купить, продать. Все. Убираем в сторону пакет. Это все прямо сейчас. Если наканчивается на переводы, завтра паспортные столы. И так дальше. Процесс идет. Так. Игорь Викторович Ермянов. Значит, у него была потеряна карточка пластиковая. Она в основном его отправила. Тоже получили. То есть мы все документы получаем четко, вовремя. Нам курьер привозит ворвис. Так что, дорогие мои подписчики, участники группы, смело отправьте документы с деком. Все приходит, вот все в этих пакетах. И российские паспорта, и номера. Так что, если готов, паздыки, конечно, не принимают. Можно это видео показать. С этими стрелекотами я постоянно это показываю. Друзья, много-много ваших продано. Сейчас буду вам получить. В ролике, в группу выкладывать и везде выкладывать. Сколько ваших продано, кто купил, как купил. Всем хорошего. Делаем все. Тени удаленного переоформления и постоянной регистрации. И какие могут быть проблемы, если у вас нет постоянной регистрации на конкретном случае. Друзья, значит, в данном ролике я вам хочу рассказать за ситуацию. Человек в 2019 году, конкретно Амар, вот, приобрел автомобиль. Сам лично в Армении, без каких-то посредников. Заказал машину в Европе. Сам привез, растаможил. Так как знает, что он находится в Таможенном Союзе. Имеет это право, растаможить, воспользоваться этой же льготой. Сделал тогда он эту временную прописку пятидневную. Поставил на учет. Ездил, получал удовольствие этой машины. Но в 2020 году вашу машину забрали. Вот за это расскажите, как у вас забрали. Почему забрали? Забрали, потому что у меня не было непременной регистрации в Армении. И они за это у меня решили забрать машину новую. Я подал после насу. Но я этого суда, решение суда получил. Но у меня ножа упадали, потому что у меня не было времени регистрации. И я сейчас буду за это приехал в Армению, чтобы я сделал мне регистрацию. Значит, смотрите, на вас подали в суд. Вы выбрали в суд, потому что сотрудники неправильно вам выписали протокол. И машину забрали. Забрали машину. Не имели права вообще забирать эту машину. Вы выбрали суд, забрали машину. Машину забрал, да, состояние я забрал. У меня 40 месяцев машина на состояние. Теперь на вас подали апелляцию, потому что у вас нету прописки. Да, нету прописки. То есть, смотрите, теперь вот на Амара подали в суд. У него 17-го числа будет конкретно суд. Так как у него не было на то время, когда он выбрал суд, не было регистрации. У нас нету понимания временной регистрации. Она есть пятидневная. Есть постоянно. И вот Амар приехал к нам. Он получил также регистрацию. Вот она. Заменил техпаспорт. Получил социальную карту. То есть, во что сейчас требуют сотрудники таможни, сотрудники суда? Таможни нет. Таможни нет. ГБДД просит у меня, чтобы была регистрация. В Армении? Да, в Армении, чтобы была регистрация. И чтобы я показал, что у меня есть регистрация уже, и чтобы все у меня... Вот конкретный вам ответ, друзья, на то, что вы у нас постоянно спрашиваете, зачем эта регистрация нужна. Где регистрация нужна? Мы обязательно вложим с разрешения, с позволения Амара, протоколы изъятия его автомобиля, решение суда. Также он нам, у него 17 числа будет суд. Мы выложим в инстаграме, вы посмотрите, перейдете в инстаграм, посмотрите протокол жалобы на эту регистрацию, что у него нету регистрации. Дай бог вам, дарите 17 числа, выиграет этот суд. И тоже мы этот протокол выложим. И вы увидите, что именно наша контора делает все официально. Делает постоянную регистрацию. Вы можете беспрепятственно ездить на автомобилях на армучете, имея постоянную регистрацию. Вот вам для этого конкретный случай. Да, это и есть какой-то. И еще один вопрос, как быстро мы вам все это сделали? Мне вышло 2 дня, все, полностью, полтора дня. Вы довольны? Я вообще доволен, очень спасибо, ребята, прошу я вам. Да, Амару вышло полтора дня, потому что заранее нам позвонили, сказали за него, заранее были подготовлены необходимые документы, необходимые переводы были заказаны. Он прилетел вчера в 12 часов дня, сегодня утром закончил все свои дела, получил и прописывал на целый угол. И сегодня он летает назад. Кстати, так как в этот период мы оформили еще очень много дистанционных автомобилей и сделали постоянную прописку людям, оказали в сферу услуг. И некоторые люди у нас находятся в теплых краев садлера. И Амар любезно нам решил помочь, чтобы наш народ не ждал стека, сам отвезти с собой и передать там людям. Конкретно Кирику Валентину, пожалуйста, так же, все стандартно, техпаспорт на его имя, с пропиской той же самой, которая у него в паспорте. Мы почему все это показываем? Друзья, мы не боимся и не стесняемся, мы показываем все наши работы в Ютубе, потому что все это официально. А некоторые блогеры, которые закрывают данные, закрывайте, наверное, потому что завтра эти документы будут недействительные. Так, дальше, так же, Куренбину Андрею мы тоже передаем документы, он живет в Адлере, так же у него и прописочка постоянная. Пожалуйста, Амар это все с собой заберет, отвезет и там на месте передаст, чтобы наши клиенты, которые к нам обратились, лишний раз не платили за посылку и неделю лишнюю не катались без машины, а в ближайшие сроки получили свою машину. Также мы отправляем, вот, кстати, по-моему, у Вотина Сергея тоже с Геленджика, не помню, сейчас перепроверим, если Вотин Сергей тоже с Геленджика, тоже вместе с вами отправим. Дальше, мы переоформили автомобиль Вотину Сергею, он приобретал автомобиль в 2020 году из Армении по генеральной доверенности у нашего друга Эдгара Эдмоторс, это мой друг, друзья, обращайтесь к нему, он в данный момент занимается также и армомашинами, и Абхазией. Эдгар, здравствуй, наш офис, кстати, открылся, это в следующем выпуске мы вам расскажем. У нас есть еще один офис в Сочи находится, который занимается и удаленным переоформлением, и заказами автомобилей 2018-2020 года сразу на российский учет. Но это в следующих выпусках. Сейчас мы отправляем, мы уже оформили на Вотина Сергея, на него автомобиль, все так же стандартно. Тихонов Дмитрий у нас приобрел автомобиль, завтра этот автомобиль выезжает на Владикавказ, он его приедет туда, заберет. Очень много таких пакетов, чтобы сейчас всех вам не открывать, не показывать, друзья. Мы в неделю до 30 документов переоформления делаем, на сегодняшний день, если мне память не изменять, уже около 500 переоформлений за этот год мы сделали, дистанционного. Помогли людям, они катаются, передвигаются на своих автомобилях по России без каких-то препятствий, потому что полный пакет документов сделан грамотно и официально. Мы желаем вам, Амар, только зеленой дороги, не гвоздя и не жезла, чтобы те сотрудники, которые, так скажем, свою власть увеличивают и делают неправильные умозаключения, выписывают неправильные протоколы, штрафы, немножко задумались, потому что земля круглая, как говорится, Бог един, нельзя такие вещи делать. Мы простой народ, наша цель, задача нашей конторы не только продать наши машины и заработать, друзья. Да, естественно, мы привозим машины из Японии, из Америки, мы этим занимаемся, это наша работа. Но мы хотим, чтобы на наших машинах люди передвигались легально, беспроблематично, чтобы человек купил машину и с удовольствием ездил на этой машине. Потому что наш таможенный союз, наш СССР, к сожалению, не может производить нормальные машины за доступную цену и нам приходится их покупать за границей. А растаможка под полную госпоршину при стоимости машины за 5 тысяч платит 30-40 тысяч за растаможку, это, ну, к сожалению. Зеленые дороги вам. Всего хорошего. Спасибо, ребята, большое. Продолжение следует...